Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Бьем рекорды. В крае резко выросло число инфицированных коронавирусом. Растет ли цена на бензин? Ждать ли вскоре резкого скачка? Антидепрессант или зараза? Мнение экспертов во всемирный день поцелуя. Коронавирус не отступает. Даже наоборот. 124 новых зараженных выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Это рекорд. Хотя скорее антирекорд. Теперь инфицированных в крае больше 4,5 тысяч человек. И сейчас мы находимся на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу. Резкий рост больных произошел и у наших соседей в Казахстане. И там вновь вели карантин. С 5 июля по 20 июля не только в городе, но и вообще в стране ужесточен карантин. Я вот сейчас вышел во двор. Во дворе практически людей нет. Даже на детской площадке, которая в последнее время с 11 мая была достаточно занята. А вот планируют ли вновь ужесточать ограничительные меры в Алтайском крае, мы сказать не можем. На сегодня была запланирована онлайн-конференция Роспотребнадзора и Краевого Минздрава, но ее неожиданно отменили. Возможно, и наш регион вновь ждут большие ограничения. Наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Это я о проблеме с водоснабжением в домах жителей поселка Сибирская долина. Вода пошла в минувшие выходные и пока не исчезла, но местные жители боятся, что это ненадолго. И по-прежнему просят городские власти забрать поселковые сети себе на баланс. С подробностями Валентина Аскерова. На Житомирской есть вода. На втором этаже нет воды. Нет, про первый этаж, на втором этаже вообще нет. А я боюсь на втором только. Отсутствие воды на втором этаже теперь многим кажется мелочью. Это видео-собрание в поселке. В центре представитель администрации. Вокруг жители Сибирской долины, которые несколько лет добивались бесперебойной подачи воды у себя в поселке. Добились лишь тогда, когда в знак протеста перекрылись в Миногорский тракт. Качество, конечно, ее оставляет желать лучшего. Но на сегодняшний день у нас фильтры стоят чистые в доме, поэтому она безжит. А так она, конечно, в выходные безжала очень грязная, желтая, в пищу ее употреблять нельзя. Неделю постоит и цветет, возмущаются жители. Жидкость подходит лишь для стирки и до поливки, а ценник на нее в квитанции, как на питьевую воду, около тысячи в месяц. Это по счетчику, у кого его нет, цена в два раза выше. По договору у нас питьевая вода. Очень завышены различные показатели. У меня есть личная экспертиза, которую брали в моем доме, наверное, в 2017-2018 году, где превышает в разы все допустимые показатели, например, железа и мутности. Такие деньги берет ресурсоснабжающая организация ВОДСНАП. Она же, к слову, каждое лето и устраивает качели. Вода то появляется, то пропадает. Люди просят администрацию города забрать бесхозные сети из частных рук. На прошлой неделе в мэрии прошло собрание, где жителям долины дали понять, что это процесс небыстрый. Земля под нашими сетями находится в частной собственности. И она принадлежит тому же частному лицу. Это у нас Гуров Виталий Витальевич и ООО «Сибирская долина». Они же обслуживанием занимаются. И для того, чтобы эти земли каким-то образом забрать, а их забрать очень непросто, поэтому, когда сети будут оформлены, тогда земля с сетями может отойти в городскую администрацию. Гуров, в свою очередь, заявил, что попытается опередить муниципалитет и оформить сети на себя, рассказывают жители. Они категорически против и просят власть скорее отменить в их поселке крепостное право. Кстати, завтра очередное собрание с представителями мэрии. Теперь их решено проводить каждую неделю. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. В России ждут роста цен на бензин. За последнюю неделю оптовая цена на АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила рекордную стоимость за тонну. Эксперты говорят, сегодняшний скачок логичен. Сейчас с нами в студии Анастасия Дороган. Настя, здравствуй. Привет. Ты знаешь, я автомобилист, и для меня вот эта тема особенно болезненная, что ли. Когда этот самый скачок произойдет, будет ли он заметен простым автомобилистам, и насколько он будет высок? Надеюсь, что этого скачка мы вовсе не заметим, но для начала объясню, что вообще происходит. За прошлую неделю на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установили три исторических максимума. Рост цены за тонну бензина остановился на цифре 58 445. Все это следствие дефицита. С началом пандемии нефтеперерабатывающие заводы стали производить меньше, и активной жизни в июне никто не ожидал. Спрос превысил предложение, и цены поползли вверх. Чтобы запустить заводы на прежнюю мощность, нужно время, поясняют эксперты. Юрий Матвейко, президент Алтайского топливного союза, говорит, что это самый тяжелый кризис 2011 года. Сейчас самые высокие цены, но и по ним купить не всегда возможно. И бьет кризис, в первую очередь, по частным компаниям. В ряде территорий АЗС уже просто остановились, торгуют только дизельным топливом, но еще немного 92-м бензином. Самый большой дефицит – это, конечно, 95-й бензин. Поэтому, в принципе, к концу июля, может быть, это все и устаканится. Но, опять же, будет все зависеть от того, как нефтяные компании будут отпускать топливо в частном АЗС. Это вот самая первая их добрая воля. И, соответственно, работа регуляторов. На наш взгляд, она сегодня не в полной мере соответствует поставленным задачам, которые есть перед Министерством энергетики и Федеральной интимонопольной службы. Судя по статистике, даже за такой короткий промежуток цены в Алтайском крае выросли. Правда, подчеркивает Матвейко, пока они все равно меньше, чем в январе. И, тем не менее, движение вверх есть. А вот паникующих нет. И отказываться от поездок на машине никто не собирается. А как откажешься? Ну, работа есть, работа. Жизнь-то продолжается. Я знаю, что падает нефть, а бензин дорожает. Все стабильно, как в России. Пассажироперевозчик Олег Бесчастный, владелец нескольких маршрутов, признался, что внимательно следит за ситуацией. Закупать топливо про запас не выйдет, просто не денег. Но и бежать впереди паровоза, как выразился Бесчастный, он не собирается. Когда топливо подорожает, он просчитает убытки и тогда будет думать, что делать. Напомню, что уже четвертый месяц компания по перевозке пассажиров работает по расписанию выходного дня. Без поддержки, наверное, какой-то государственной или без выходности нам поднятия проезда, ну, наверное, нам не обойтись. Просто не обойтись мы не сможем. Мы сейчас работаем в убыток, а если еще и вырастет цена на АГСМ, то вообще это будут прям явные убытки. Повышать тариф, по мнению пассажироперевозчиков, нужно быстроразмерную росту топливной цены на 2-3 рубля. Цепочку зависимых от стоимости бензина продолжает экономист Степан Межов. Если автомобилисты не откажутся от поездок, экономить они начнут на других сферах, медицине, образовании, продуктах. Подорожание последних ощутит большинство жителей. Практика показывает, что где-то увеличение цен на 2-3% на бензин приводит к 1% росту цен на продукты. Но, как правило, это продукты именно первой необходимости, как вот, к несчастью, это хлеб, курица, вот такие вещи, соль. Тут надо смотреть еще по урожаю, поскольку те продукты, которые, ну, более-менее, конечно, имеются запасы, они не так сильно подорожают, как те, которые отзависит от перевода. И если за месяц нефтеперерабатывающие заводы не запустят во всю мощь, то, полагают эксперты, рост точно будет, но не такой уж и большой. Он не должен превысить размера инфляции, то есть 3-4%. Замечательный сосед, точнее, соседи. Жалобой на таких в редакцию обратились жители Бурнаульского дома по улице Северо-Западной. Причина – резкий неприятный запах, тараканы и коричневые потеки на потолке. Все потому, что у соседей, по словам местных, живет десяток собак. Можно ли избавиться от подобного соседства или хотя бы заставить владельцев квартиры соблюдать элементарные меры гигиены, узнавала Дарья Эйдемиллер. То есть это все капает и пахнет. Мягко сказано. Еще полгода назад на голову Алены капали продукты собачьей жизнедеятельности. Вывести пятно не удалось. Натянули потолки. Топят ее почти ежегодно. Соседи сверху держат собак и, видимо, гуляют с ними. Не часто. Один раз в день. А потом ведрами таскают этот на ноговно. Не знаю, грубо говоря, никого таскают. Чистят. И поэтому они боятся открывать. Мы составили коллективное письмо. Писали в администрацию, ничего не помогают. Вот подписи все, абсолютно всех жильцов. Ну, за исключением 30-й квартиры. Все писали и губернатору, и распотребнадзор вообще абсолютно. Ну, пока ждем ответа. Кроме коричневых потеков на потолке, в соседних квартирах едкий запах и тараканы. В подъезде выстеклено окно, чтобы было чем дышать. Это Ирина, дочь хозяйки квартиры. По ее словам, уже 30 лет здесь живут три собаки. Вы никак не хотите решать проблемы? Ну, я здесь не живу. Я здесь в гости приехала. Я в деревне живу. Но неделька приехала. А мама не будет решать никакой проблемы? Ну, не знаю. Уже будет скоро 70, что она будет решать. Ну, запах ужасный идет. Мочой. Уже 20 лет вот бьемся. Да побольше, наверное, не 20. И ничего сделать не могут? Ну, а чего сделать? Мечестковый ничего не может сделать. Не знаю просто, куда и как обращаться. Они, как бы, в принципе, люди такие, не, как сказать, не конфликтные. Им все равно. И все равно на соседей, и на всех. Ну, я так понимаю, разговаривали мы неоднократно. И писали письма везде. Даже приходят с поликлиники посмотреть ребенка. Его осматривают на площадке. Потому что туда зайти педиатр боится. Соседи уверены, что животных в квартире больше трех. Регулярно видят, как в проблемную квартиру приводят собак на передержку и стрижку. В управляющей компании о таком жильце знают. Но ничего сделать не могут. Территория квартиры, да, не имеем ни обязанности, ни полномочия распространять внутрь квартиры. Решать вопросы по наведению там санитарно-гигиенической уборки. То же самое вывоз мусора, очистка и так далее. То есть в самой квартире управляющая компания не имеет полномочий и обязанностей эти работы проводить. Если надо будет управлять компанией, она может зайти не только под прилогом отсмотра квартиры на предмет собак или кошек. Но в том числе на предмет технической исправности приборов учета, технической исправности инженерных коммуникаций. Ну и по факту составить акт в том числе о наличии вот такого приюта животных. Жильцы пока не могут найти управу на такого соседа. Уже обращались во все инстанции. Но до сих пор за решение проблемы никто не взялся. Так и живут. С вонью, лаем и тараканами. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. День с толком. А у местных речников голова сейчас болит о другом. Как удержаться на плаву. Накануне в свой профессиональный праздник они рассказали, как повлияла пандемия на работу и без того требующие поддержки отрасли. Илья Кочетков был среди немногочисленных пассажиров теплохода. Раннее утро на речном вокзале. У кассы непривычное оживление. Благодаря хорошей погоде и послаблениям ограничительных мер барнаульцы потянулись к воде. Главный барнаульский речник Александр Круг говорит, то, что после застоя работы прибавилось, лучший подарок к профессиональному празднику. Потеря в пассажирах у нас в мае месяц практически 100%. Июнь потихоньку начали люди кататься с нами. А июль уже пошли перевозки более-менее, как бы, самозаполняемость, ну, процентов на 50-60 есть. Правда, он заметил, без помощи государства пережить пандемийные времена было бы трудно. К счастью, речной флот отнесли к наиболее пострадавшим отраслям с соответствующей поддержкой. Правда, о планах на развитие придется забыть на неопределенный срок. Пополнять подвижной состав просто не на что. Флот такой сегодня не строится. Его просто нет. Чтобы построить вот такой корабль, ну, вот такой, это надо миллионов 70-80, может, 100 даже. Таких денег, считает он, ждать от государства сейчас не стоит. В советское время Алтайский флот состоял почти из двух десятков судов. Маршрутов было примерно столько же. Корабли ходили аж до Бийска. Теперь в строю всего лишь три борта. Пассажирских направлений всего два. Плюс прогулочные рейсы. Эта Москва свой ресурс выработала лет 10 назад. Но, заверили нас, при должном уходе будет ходить еще долго. Но все равно, любой из рейсов скоро может стать историческим. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать на борт. Отчаливаем. Рейс коммерческий прогулочный. В обычное время корабль был бы заполнен под завязку. Теперь не больше двух десятков пассажиров на второй палубе. Это красиво. Это очень успокаивает, завораживает. Здесь можно отдохнуть. Нет выхлопных этих газов, пыли, шума. Более соединение с природой. Я считаю, вода это все равно как бы лучше, чем вот эти дороги повседневные какие-то. Здесь приятно. Андрюшкин, что нравится? Ветерок, свежий воздух, сама природа, река. Всего час с небольшим в пути, а сколько впечатлений. Река Обь, да и сама сибирская природа открывается с совершенно другой стороны. Кстати, по мере того, как больших судов в акватории становится меньше, прибавляется число лодок, катеров, гидроциклов. Возможно и правда, век речного флота близится к концу. Но речники все равно обещают держаться на плаву столько, сколько смогут. Илья Кочетков, Андрей Печеркин. День с толком. Продолжим. Сегодня во многих странах мира отмечают День поцелуев. И все это, конечно, романтично, но наш корреспондент решил узнать, что может таиться за безобидным поцелуем. И оказывается, такая романтика – это не всегда безопасно. Они могут заменить антидепрессанты, украсить вашу жизнь и повысить стрессоустойчивость. Сегодня более 60 стран мира тихо и с размахом отмечают День поцелуев. У нас во рту находится очень много рецепторов, очень много чувствительных вот этих вот волокон, которые передают сигналы в разные отделы головного мозга. И с помощью поцелуя мы на самом деле, происходит анализ, да, подходит нам человек, не подходит, нравится ли нам его запах и так далее. Вот поцеловал один раз, и вот все, вот, что получилось. Есть какая-то норма, сколько раз в день надо поцеловаться, чтобы быть счастливым? Раз 20 точно. Бесконечно. Насколько хватит времени? Давайте пять раз будет. Но с помощью поцелуя можно узнать на вкус не только самого человека, но и его герпес, в том числе генитальный вирус, папилломы человека, различные ОРВИ и другие заболевания. Вирус обштейнобара, еще его по-другому называют, вирус поцелуев. Вот как раз это к такому празднику, к дню поцелуев, есть такая инфекция. Она сопровождается воспалением лимфатических узлов, воспалением гортани. Ну и большой такой спектр заболеваний, которые еще могут передаваться со слюной, да, это хеликобактер пилори, который вызывает язвенную болезнь желудка. Кстати, вопреки мифам, через поцелуй не передается ВИЧ. Концентрация вируса в слюне слишком маленькая. Зато через поцелуй легко заразиться глистами, аскоридами и апистархозом. В идеале у вашего партнера не должно быть этой коллекции паразитов. Речь идет о кошках и собаках. В основном опасна их шерсть. У домашних животных, там, кошки, собаки, ну, в основном это собаки, да, у собак в слюне имеется специальный фермент, который, как правило, убивает всю вредную микрофлору. Вот, поэтому сразу во рту у собаки, можно сказать, практически стерильно. В любом случае защитить себя от всех вирусов в мире невозможно. И если даже есть какие-то риски, то также есть и плюсы. Во время всех поцелуев, да, у нас вырабатывается гормон окситоцин, вырабатывается гормон дофамина, серотонин, то есть это гормоны удовольствия, вырабатывается где-то гормон еще и адреналин. Так что поцелуи – это не только романтика и гормоны счастья. Иногда вместе с поцелуем надо принять и герпес, и глисты, и апистархоз. В общем, весь внутренний мир человека. Но чего только не сделаешь ради любви. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. И все-таки это случилось. Российских легкоатлетов могут исключить из Международной Федерации. Все из-за штрафов в 6,5 миллионов долларов, которые до 1 июля должна была оплатить Всероссийская Федерация этого вида спорта. Коснется это и Алтайского края. Сергей Шубенков, чемпион при таком раскладе, не сможет выступать на мировых аренах летней Олимпиады 2021 года под угрозой срыва. Сам Сергей общаться на эту тему с нами не захотел, сказав, что это мало на что повлияет. К слову, борьбу за выход на тот же Олимпийский стадион он ведет с 2015 года. И, мягко говоря, подустал. Тем не менее, говорит, жизнь на этом не заканчивается. Связаться нам удалось еще с одной перспективной алтайской легкоатлеткой Полиной Миллер. Она сейчас находится на сборах в Адлере и готовится к сезону, несмотря ни на что. Спорт для меня это все, это моя жизнь. Я рассчитываю на то, что по жизни пойду в спорт скорее. Но у меня просто больше, как не шансов, а выгоды. Не выгоды, господи, не знаю, как правильно сказать. В отличие от Шубенкова, то, что у него сейчас уже, в принципе, возраст, у меня еще есть некоторые годы, чтобы подождать. А пока Полина концентрируется на российских стартах. Так, своим главным выходом считает чемпионат России осенью, но надеется на лучшее. В конце концов, решения об исключении Российской Федерации легкоатлетов из международной должны озвучить в конце июля. И, возможно, еще что-то изменится. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволара». У меня к этому часу все новости. До встречи.